Приветствую вас, друзья! Продолжаем энд-зон познавать. Сегодня у нас будет засуха, которая скоро кончится. И глядя на количество еды, я прихожу к некому умозаключению. Нам нужен охотник. Да, потому что у нас тут есть звери. И достаточно питательные. Добудем же их. Итак, охотник находится в еде. Хата его выглядит вот таким вот образом. И у нее, естественно, есть свой рейндж. Но я думаю, что мы его поменяем. Единственное, только надо проходик сделать. И давайте продолжайте копить на нее ресурсы. Сейчас я быстренько гляну, что у меня тут получается. 5 фермеров, 11 поселенцев, ни одного строителя не задают. Ну, правильно, я снял с воды, потому что воды-то, собственно, у нас нету. А еда, посмотрите, как улетучивается. Так можно начать терять людей. Ребята, будьте любезны, построите эту штуку. Это нам очень нужно сейчас. И заодно я вам покажу механику, как охотник определяет, есть ли дичь или нету. Но, слава богу, хоть здесь все нормально. Так, еды катастрофически мало. И кусты появятся, я думаю, только в середине сезона дождей. Потому что... Ну, вот смотрите, я, кстати, это могу продемонстрировать. Если мы в заданиях выберем, значит, кусты. И вот эту вот точечку подвигаем. Господи боже, она удалилась. Вы увидите, что у нас вообще нет ничего питательного. Абсолютно. Ноль еды. Поэтому нам нужно сейчас просто подождать, пока начнутся дожди. И наши замечательные людишки начнут собирать замечательные ягодки. Но сперва, конечно, дайте-ка мне охотников. Потому что охотники нам очень нужны. Готово наша хижина. Назначаем туда сразу же трех охотников. И показываем им, что где-то здесь, вот, пожалуйста, 690 еды. Мы им указали. Вот эти самые звери, которые так заботливо разработчиками были подсвечены нам. И вот, кстати, чисто поржать... Да, слушайте, это, видимо, был баг. Потому что, посмотрите, животных просто уйма. Куда ни плюнь, везде животных найдешь. Ну, в общем, пусть развлекаются. Я думаю, это поможет нам, так сказать, из кризиса выйти. Потому что сезон 11 еще не начался. Сейчас только конец засухи. И будем надеяться, что мы выплывем. Потому что еды ноль. Народ сейчас начинает подыхать. Благо, у нас есть детишки, которые, возможно, ситуацию спасут. И я хочу посмотреть, как выглядит охота. Значит, у нас есть человек, который как-то уже замочил оленя. Или кто это вообще такие? А, в общем, это какая-то рогатая падла, которая несет в себе еду. Ты сразу будешь набирать сюда, нет? Или тебе еще отнести? Блин, прикиньте, ему еще носить придется, твою мать. Ну да. Но у нас небольшие проблемы. Да. Пока он там ее притащит. Пройдет 17 тысяч лет. И грядет опять засуха. Представляете? Вот это номер. Ну ладно. Значит, будем еду собирать всеми доступными способами. Потому что только с ней у нас сейчас проблемы. Наконец-то все начинает зеленеть. Появляются новые взрослые. Он, похоже, сразу по 80 еды приносит. Это неплохо. Меня интересуют животные, которые отсюда вроде бы как уже... А нет, они все еще в зоне. Гляньте-ка, вот они гуляют. За этим нужно следить. Это как бы типа микроконтроль, который не стоит упускать. А фермеры тем временем уже начинают еду нашу засаживать. Да, здесь уже 7. Она, кстати, будет расти, не? Растет только очень медленно. Видимо, ей нужен дождик, чтобы бустануться. И опять же, не стоит забывать, что эти поля нужно будет убрать перед засухой. Потому что засуха... Ну вы поняли. Засуха у нас уже была. 150 еды. Нормально. Выплываем потихонечку. Учитывая, что у нас появилась вода. И я думаю, что самое время назначить человеков, которые будут эту воду таскать. Да, они, конечно, пока будут работать здесь. Но из этой цистерны как-то в эту переливается. И нам это, в принципе, нравится. Пускай работают. Значит, давайте смотреть, что у нас тут было. Закончили мы на том, что мы построили ресиклер вот этот, который расчленяет скреп. И мы построили Тейлора, который создает одежду. Насколько я вижу, с одеждой у нас что-то как-то не идет. Прогресс. Потому что одежды у нас всего лишь 4. И она самого, скажем так, дерьмового качества. Но, по крайней мере, люди, которые вырастают, которые становятся взрослыми, вот еще ребеночка забубенили. Блин, вот они сумасшедшие, конечно, на детей-то. Кстати, давайте-ка проверим по-быстрому. Кустики-то респанулись. А видите, кустиков до сих пор нет. Они внезапно должны появиться. Я точно знаю, я это дело уже проверял. Примерно в середине появлялись, но сейчас уже вроде как начало 12-го сезона. Вон, пожалуйста, дожди идут вовсю. В общем, будем надеяться, что кусты появятся. Посмотрим, что у нас еще происходит. Вот опять с едой печалечка. Охотники, у вас же есть зона-то. Вот, пожалуйста, 420 еды. Будьте любезны. По-моему, они только что принесли еду, и она сразу же исчезла. И вот что-то вот как-то вот они прям... Знак вопроса появился. Что-то они не понимают, что происходит. Вроде бы и олени есть. Видимо, рабочий, который работал здесь, охотник, он пошел пожрать или попить хреново. А может, сдох вообще. Ха! Значит, насчет трупиков. Я перед этим сейвом, перед тем, как запускать вторую серию, я записывался. Ну, то есть я зашел, посмотрел, чисто так, знаете, проверить вообще, мы не сдохнем или сдохнем. И у нас тут пара смерти таки произошла. Я не знаю, каким образом я сейчас ее избежал. Ну, в общем, короче, человечек валялся прямо на поле, вот здесь. И я решил проверить. Я ускорил процесс. Понять вообще, от него какое-то заражение пойдет, ничего не пошло. Отсюда я делал вывод, что, скорее всего, эта механика пока не допилена. Вот. Поэтому можно на первых порах не переживать. И это, опять же, к тому, когда начнется прохождение. Сейчас никакого прохождения не стоит запускать, потому что игра еще не доделана, к сожалению. Но из всех игр, подобных ей, вот из такого жанра, а я знаю только Surviving Aftermath, она мне нравится гораздо больше. Да, она определенно точно интереснее. Здесь прям возрождение цивилизации. Правда, было бы еще побольше еды, было бы совсем шикарно. Что у вас тут? 70, 50, 30. Ну, это вообще ни о чем, товарищи. Так. О, кусты пошли собирать. Смотрите-ка. Ну, это хорошо. Значит, еды сейчас будет больше. Я вот еще что подумал. Учитывая, что это наша основная проблема в данный момент, плюс еще через два дня опять засуха. Давайте, может быть, попробуем мы сделать рыбака. И те ребята, которые сейчас занимаются фермерством, пойдут ловить рыбку. Ну, где-то вот здесь его можно разместить. Почему здесь? Вопрос, да? Ответ. Потому что у нас тут находится склад, в который они носят там вот грибочки. Я только что видел, вот, пожалуйста, грибочки. В общем, они сюда все носят. Вот мясо 130. И пусть носят. Воду что-то как-то не таскают. Прям медленно-медленно. Ребята, вы меня разочаровываете. Возможно, мне есть смысл, знаете, что сделать? Назначить сюда пятерых, а отсюда убрать, собственно, народ. Чтобы они носили именно в этот вот колодец. Будем его так называть. Ибо бежать ближе. И вода должна генериться быстрее. Но также мы должны помнить, что у нас и людей стало больше. На целых пять человек мы заканчивали было 15 взрослых, по-моему. Или там 16-17. Сейчас они прибавились. Рытов голодных стало больше. А эти падлы жрут как не в себя. Чтобы вы понимали. Давайте вот здесь еще сбор отправим. И проверим, что у нас с охотниками. У нас еще есть, по-моему, трупец. Да? Да, они уже его жахнули. Скоро должны доносить еду. Ну, подождем, пока донесут. У нас уже пять бездомных. Это вот детишки, которые, так сказать, нагенерились. И вот еще, кстати, у меня вопрос. Что если я возьму хижину и нажму ей апгрейд? А, нам нужен пластик. Я просто к тому, что, помните, там были дома с цистернами. В которых, по всей видимости, хранится пресная вода. Возможно, эта пресная вода поможет им жить дольше и счастливее. Но вот пока с пластиком у нас проблема. Вопрос можно решить двумя способами. Либо переделать, собственно, ресиклер на извлечение пластика из скрэпа. Либо построить второй и сказать ему, давай таскай оттуда пластик. Есть только одна проблема. Точнее, две. Это вода и еда. Которые вот совсем что-то как-то не решаются. Здесь уже 140, здесь по сотке. Ну, такое себе на самом деле. Я очень надеюсь, что вопросы эти решатся с появлением рыбаков. Но на самом деле, честно говоря, не очень в это верю. Сразу же максимальное количество туда назначу. На всякий случай вдруг прокатит. Правда, я еще рыбаков не использовал активно. Поэтому будем надеяться, что хоть что-то получится. Но я точно помню, что мы с тысячей водой выжили. У нас было две. Осталось тысяча после засухи. Поэтому, блин, ну она вообще не набирается. Может быть, мне попробовать построить замечательный колодец. Вот есть у нас колодец, который вроде бы как должен эту самую воду генерить автоматически. Я не уверен, что это произойдет. Но давайте построим. Чисто посмотреть. Получится, не получится. Значит, для того, чтобы его построить, нам потребуется много скрэпа. Для того, чтобы этот самый скрэп извлечь, нам потребуется задание. Ну, допустим, будем вот здесь его выковыривать. Назначился сюда, по всей видимости... А, нет, смотрите, два. Я думал, один человек пойдет. Но назначилось два. Значит, у нас есть свободные людишки. Ну, которые, как минимум, подросли. Будем верить и надеяться, что мы это дело построим в срок. И вот эти ребята нас не подведут. Которые едут... Ну, вон, видите, у них что-то прям с едой какая-то беда. Она очень быстро кончается. Я не знаю, на самом деле, сколько они жрут. Но мне кажется, нужно это дело ребалансить. Потому что... Просто прикиньте. Мы занимаемся одновременно фермерством, охотой, рыбалкой и собирательством. И еды все равно не хватает. Получается, что я должен сейчас всех людей... Ну, или там, не знаю, 80% людей я должен отправлять на сбор еды. А это как бы немножечко жирно. Вы понимаете? Че у нас тут? Вот еще есть 690. Идите, ребята, атакуйте их. А то что-то вообще беда. Смотрите, она не копится просто. Если в первой серии с ней проблем не было, то сейчас проблемы пришли. А я, значит, сегодня хотел что-то построить интересное. Но, походу, у меня не получится. Есть, конечно, план Б. Так сказать, закопать пару-тройку человечков, чтобы они меньше стали жрать. И тогда у нас все будет хорошо. Но я бы хотел удерживать такое количество людей. Я просто дома им не буду строить, чтобы они... Ну, так сказать, неповадно было, знаете, ночью безобразничать. Так, ну, еды становится почти 500 уже. Там иногда до 500 доходит. Но вот с водой до сих пор проблема. Я очень надеюсь, что сейчас построится колодец, и эту проблему мы решим. Значит, как работает колодец? У колодца должен быть человек. Уэлл Киппер. Я так понимаю, что это просто какой-то чувак, который будет следить за тем, чтобы колодец работал. Вот. Значит, смотрим. Я не очень понимаю, сколько он генерирует воды, но вот у него есть эффективность 100%. И он, по идее, должен ее автоматически как-то наполнять. Но как это работает, сколько он приносит, я так, честно говоря, и не понял. В мою первую попытку я строил колодец и строил вот эту цистерну. И, насколько я понял, этот колодец ее потихонечку наполнял. Но я бы не сказал, что ситуация была, ну, прям хорошая, потому что мы очень быстро сдохли. И нам пора собирать срочно поля. Ребята, вот это уже собирается, вот это собирайте тоже. А то засуха грядет, а еды мало. Я думаю, что нам воды не хватит, кстати, пережить-то засуху. Так что готовимся. Ха! Скоро будут потери, да. Значит, что у меня сегодня за мысли еще посещали мою голову по поводу того, что можно построить. Во-первых, я подумал про уголь. Но потом я вспомнил, что мне его пока особо девать некуда, кроме как создавать им противогазы. А учитывая, что мы вроде бы как не ходим не туда, эти противогазы нам особо-то и не нужны. Следовательно, возможно, есть смысл сейчас ресиклер переделать на извлечение металла из скрепа для того, чтобы построить какие-нибудь интересные вещи. Например, я показывал вам эту штуку, которая называется рефайнери. Она стоит 12 металла. Со скрепом, я думаю, проблем не будет, а вот металла у нас совсем нет. Я попробую сейчас выставить ресиклер на металл. Собственно, учитывая, что Тейлор нам больше пока что не нужен, я его, наверное, сейчас, ну, как бы скажу ему, давай, до свидания. Здание вроде бы жрать не просит, мы его пока сносить не будем. Но лишняя, так сказать, боевая единица в вопросах еды, например, или еще чего, нам не помешает. Я его сейчас в фермеры вкину. А давайте я всех остаток, весь остаток, вернее, вкину в фермеров, потому что, ну, нам осталось буквально пару-тройку минут до засухи. Поэтому пускай они еду, еду, генерируют побыстрее. Вот уже тысяча. Ну да, нам вряд ли хватит, конечно, еды. Опять она начнет подыхать, как только все высохнет к чертям собачьим. И видите, с водой опять какая-то проблема. Я не очень понимаю, как это работает, правда. Если мы посмотрим на наш замечательный, на нашу замечательную цистерну, вы увидите, что у нас подключено, типа, донос воды с пристани. И подключена, так сказать, инъекция колодца. Но сколько она дает воды, не очень понятно. Есть еще, конечно, рейн-коллектор. Но рейн-коллектор у нас, сейчас мы посмотрим, сколько он вообще стоит. Он стоит 24 пластика, а мы пока что занимаемся металлом. Нам нужно накопить 12 металлов, чтобы заложить рефайнери. И чисто в теории, эта самая рефайнери будет приносить нам абсолютно все ресурсы со скрепа. И тогда можно будет уже подумать про пластик и про всю остальную историю. Хотя, вот глядя на эту циферку, я думаю, что вода-то у меня все высохла, все к чертям. Ну, теперь держитесь за штанишки. Вода у нас кончается, товарищи. Дети уменьшаются. Взрослые... Блин, у меня уже 28 взрослых. Вы что, психопаты? Куда мне их девать-то? Ну, а, кстати, я придумал, куда их девать. Давайте поставим еще один ресиклер. Прямо рядом с этим, чтобы, так сказать, не путаться. И нам потребуется кто еще? Пока никто, наверное, не потребуется. Я хочу, чтобы он извлекал пластик. Также у нас есть скреп-ярд. Который я пока не строил. И я даже не знаю, есть ли смысл заморачиваться. Мне кажется, они спокойно в условиях задачи справляются с задачей по сбору скрепа. О, ребята, охотники. А вы вообще вот это видели? Тут 690 еды ходит, а вы ничего не делаете. Ну, как-то не круто. Самое ржачное, что в условиях засухи они умудряются продолжать сажать пшеничку. И она даже, на удивление, растет. А нет, вот, пожалуйста, сдохла вся. Ну, я вас предупреждал, товарищи фермеры, вы меня не слушали. Вот теперь развлекайтесь. Это что такое? А, у нас 4 поселенца без инструментов. Вот какая беда-то получается. Так, одного человечка я сюда отправлю. Где он там у меня? Ресиклер. А где он был-то, господи? Я его не... А вот он. Смотрю в книгу, вижу фигу. Ну, ничего, это бывает. А вот что это, простите, за красная линия? По всей видимости, это линия нашего... Странная. А, это... Я понял, что это за линия, да. Твою мать. Мать твою. О, прям вот так волной, да? А я бы, на самом деле, сейчас встал и начал аплодировать, если бы этим песком засыпало озеро. Я понимаю, что я бы проиграл, но, блин, прикиньте, как это было бы круто. Но это, короче, пылевая буря. Вся фигня. К сожалению, здание как-то в визуальный стиль песка не приобрели. Но при этом, да, песочек мне прям зашел. Это прикольно. У нас уже 8 железа, кстати. Металла. И вот этого Тейлора мы... Тейлора, господи боже. Ресиклера мы переключаем на пластик. Так, будем пробовать выходить в рефайнере и сбор дождевой воды. Может быть, получится. У нас осталось 506... 560, простите, воды. Сезон засухи сейчас нас покинет. Давай, покидывай нас. Покидывай нас, падла скотина. Уже 250 еды. В смысле, воды осталось. Хорошо, хоть с едой никаких проблем нет. Давай, наливайся уже озеро. Сейчас вы увидите, как это происходит. Я поржал. Она, короче, как бы из недр земли поступает. Давайте, утро, рассвет, новая эпоха. Новая надежда. Давай, ну, вот, видите, наполнение пошло. Вот таким образом это происходит. Да, я понимаю, что не очень прикольно, но это игровые условности. Что ж поделаешь? Всё, вода пришла к нам. Ты начал поставлять, надеюсь? Я не очень понимаю, как эта штука работает. Ещё, кстати, вот, что нужно обязательно отметить. Я совершенно забываю это сказать. Ещё в первой части надо было. Каждое здание имеет кондицию. Если... О, мы провалили задание. Что-то там про популяцию было сказано. А, ну, хорошо, я понимаю, да. Ну, мы, короче, в следующий раз будем успешней, наверное. А что у нас там? Видимо, здесь какие-то ещё такие, знаете, небольшие задачки были. Но я, к сожалению, просрался. Бывает. Ребята, которые охотники? Вы завалили от этих вот ходунков-то здесь? Я не пойму. Так. Вот ещё кто-то есть. 520 еды. Давайте. Вот, к сожалению, охотников надо постоянно направлять. Мне это не очень нравится. Но что поделать, да? Такая вот механик в игре. Фермеры уже принялись за работу. Эти штуки таскают. Здесь ребята вроде рыбу ловят. С едой проблем нет. Теперь проблемы с водой. Возможно, есть смысл увеличить количество людей, которые этим занимаются. А, кстати, очень странно, но количество людей-то не увеличивается. То есть я... Ага! Вот так. Так, то есть это открытые, так сказать, слоты. Или слоты. В общем, я поставлю 10 человек. Пускай попробуют в десятером эту самую воду таскать. Походу, это будет эффективнее, чем они в пятером это делают. А то что-то реально с водой какая-то прям беда. Беда нашего города. И нужны дома. Да. Но помимо домов нам нужна... Нам нужен это, рефайнери. И вот сейчас я вроде бы как на него даже накопил. Давайте попробуем его поставить. Как вы знаете, штука эта весьма впечатляющая. Давайте ее как-нибудь вот так расположим. Она будет классно смотреться. Значит, сюда надо 148 скрэпа. До хрена дерево. А дерево я, кстати, не собираю. Вот так вот. Какой я молодец. Давайте скажем ребятам, чтобы они вырубили нахрен вот здесь лес. Да, на него, к сожалению, недостаточно людей. И здесь мало людей. Это у вас что за задача? Это gather plants. Окей. А здесь вы собираете скрэп, которого, собственно, уже и нет особо. Поэтому давайте по скрэпу передвидимся. Здесь вообще 21. Ну, что, придется вам, ребята, ножки поразмять. Будем собирать скрэп вот здесь. Тут 180 нормально. Теперь мне нужно освободить людей, которые этим будут заниматься. Вроде бы, судя по прогнозам, пока все идет неплохо. Поэтому, в принципе, сейчас единственная проблема это, чтобы они наковыряли как можно больше воды. Они что-то вот прям вообще не торопятся. Видите, вода не уходит в плюс. Она примерно на одном месте висит. Ребята, ну, а мне нужны свободные люди, понимаете? У меня ни одного сеттлера. А свободные люди, как вы знаете... А давайте 5 фермеров уберем. Во. Ну, и давайте вот, ладно, 6. По 3 на каждую точку, да? И тогда они будут сейчас нам таскать и скрэпы, и вуты, и все остальное. Так, у нас пошли первые звоночки по поводу отсутствия воды. Ну, бывает, что. Главное, сейчас сюда уже, видите, металл привезли, дерево тоже все, что было, притащили. Осталось только скрэпа донести. Его пока, кстати, даже не начинают таскать, что очень странно, как по мне. Ну, вот так. И вот этот товарищ, который ресиклер номер 2, он почему-то потрясающий. 54%. Тебя что, сдуло этой? Как ее? Ну, ты понял. А интересно, кондиция здания дебафит его производство или нет? В любом случае, смотрите, эта падла не произвела ни одного пластика, потому что у нас точно не было в пластике, короче, до свидания. У нас не было расхода пластика, поэтому я не знаю, какого хрена произошло, но пластик он так и не сделал. В общем, короче, ты уволен, дружище, иди подрабатывай кем-нибудь другим. Так, ну у нас дожди идут, видите, вот дожди идут, а пластика нет. А если бы был сейчас сборщик дождевой воды, было бы классно. Вроде она начинает приподниматься, еда вроде бы себя тоже неплохо чувствует. Здесь уже сотка, здесь тоже по сотке. Погода пока радует, засухи не будет. Надо контролировать охотников. Ребята, что у вас тут происходит? Так, ресурсов 70 рядом они видят. Но 70 это ни о чем. Вот здесь сколько? Здесь 619 опять. Давайте. 619 еды. Это нужно привезти домой как можно скорее. У нас еще есть, кстати, 14 тряпок. Мне кажется, есть смысл включить Тейлора. Пускай сделают одежду, потому что у нас без одежды 2 человека, а это не круто. Ну и счастье у них падает, потому что, ну беда, беда. Их уже 33, мать их. Черт, как они быстро растут, капец вообще. Как на дрожжах. Как у вас дела с рефайнери, ребятки? Ну, да. Я говорил, что эта штука весьма впечатляющая. И стоит она дохренище. Смотрите, еще только 57 и 148. Что-то они прям с крэптом не очень хорошо и охотно собирают. Здесь 2 человека работают. 154 еще в зоне. Где бы взять людей? Где бы взять людей? У меня вот водичка начинает радовать. Она хотя бы до 1000 доползла. Это уже неплохо. А вот по еде как бы тоже такое себе. Это у вас не то. Это собирательство. Там еще 320 еды. Конечно же собирайте. Значит, смотрите по задачам. Мы сейчас попробуем достроить рефайнери, если это получится вообще. И мы попробуем построить медиков. Потому что у нас травы дофигища. Уже, посмотрите, почти 500. Я думаю, что пора делать медицину. Ну, при том, что вроде наши людишки не особо-то и болеют. Ну, как-нибудь справимся. Может. Может и не сдохнем. В любом случае, 32 человека. Что-то что такое? А, новые, короче, задания. Ну, мы пока задания не выполняем. Мы просто учимся играть. Что? А у нас что тут? Радиация где-то появилась. Ну-ка, дайте посмотреть. Да вроде бы нет радиации. А или может я ее просто сейчас не вижу, да? Потому что туманная. Я ее вообще не вижу, кстати. А, это очень странно. Радиации было до хрена. Она что, вся ушла, что ли? Зато все мокрое, да. Идет засуха небольшая. Ну, это просто, типа, как бы, знаете, испаряется там все, все дела. А вот радиации вообще нет. Это, это очень странно. Ну, ладно. Будем считать, что это либо баг, либо фича. Наверное, все-таки фича. Уже 81 скреп из 148. Ждем окончания строительства этого замечательного завода. Рефайнери. И тогда мы сможем просто убрать нахрен этого ресиклера. И поставить сюда пару-трек человек. Пусть разбирают хлам. Выполнимаем наше финансовое и моральное. Состояние. Правда, они пока что-то так и... Ну, короче, какие-то они прям не бодрые. Возможно, потому что у них домов нет. Может быть, и заказать им дома. Дома, насколько я помню, стоили и дерево, да? И скреп. Вот 8 на 18. Не, ну я-то ведь не жадный, ребята. Я могу вам поставить дома. Но вот понимаете, вы же, вы же понимаете. Вы же не идиоты. Три. Ну и, допустим, здесь три. Ну, теперь вам есть мотивация копить на дома. Потому что скрепа нету, дерева нету. Здесь уже все вырубили. Надо все это передвигать, допустим, вот сюда. В любом случае, они заново вырастут. Помните, мы же здесь уже срубали лес. А он взял и вырос, падла. Вот такой вот он противный. Поставим приоритет максимальный на рефайнере. Может быть, когда у них... Странно, почему у них настроение херовое. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, из-за того, что у них нет укрытия. Потому что 20 человек с говедным настроением и 19 без домов. Я вижу связь между этими показателями. 6 домов, это только 12. Блин, прикиньте, сколько же мне домов-то надо строить. В натуре сейчас уже целую деревню здесь начну. Ну, еще давайте 6 заложим. Вот так вот. Кварталы, районы, жилые массивы прям вот вырастают на глазах. Осталось только скрепы наковырять после вот этого замечательного здания. И будут у нас домики для людей. Да, я понимаю, что они сейчас будут психовать. Но что ж поделаешь? Это что значит? Один чувак без воды? Ну, это баг. Да, это баг. Это, как знаете, у нас была фаундейшн, такая игра. Может быть, кто знает. А может быть, кто-то играл. Там был баг. Когда люди не могли добраться до воды. Даже при том условии, что колодец находился буквально там. Руку протяни, и вот тебе вода. Это достаточно распространенная хрень. Которая вот прям баг-баг. Видимо, эндзон эту проблему не обошла стороной. Что у нас тут по идее, кстати? Тут 500. Здесь вообще все собрали. Здесь вот уже 200. Ребята, вам пора, по-моему, собирать это поле. Да, у нас нормально все вроде, по идее, по воде. Эти гребаные жилые ублюдки, которые люди продолжают почему-то вырастать и не дохнуть. У меня как-то все слишком хорошо складывается. Это ведь ненормально. Это все херово закончится. Я вам точно говорю. Как минимум, полным крахом нашей цивилизации. Я об этом говорил в первой части. О том, что чем больше людей, тем больше потребления и тем больше проблем. О, дождина идет. Смотрите, как классно. Как меняется почва. Просто офигительно. Вот с такого ракурса виднее. Видите, она прям поливает-поливает. Землю орошает. А что здесь за проблема? А, кустов нет. Ну так это ж вообще фигня. Смотрите, сколько здесь кустов. 180 еды, как вот... Как прямо доктор прописал. О, один дом уже заложили. То есть они... Вы вот гады. Вы должны сюда скрэп таскать в рефайнере, а вы уже дома начинаете себе строить. Целые 15. Я вроде... Здесь есть система приоритетов. Вот это вот максимальный приоритет. К сожалению, что-то как-то он максимальный, видимо, для строителя. Но никак не для носильщиков. Носильщики взяли и сюда скрэп навалили. Будьте вы неладны. Ладно, фиг с вами. Так, ну мы очередную миссию какую-то провалили. Это ладно. Я сейчас за миссиями не гонюсь. Я хочу попробовать новые эти... Посмотреть здания. Да, вот. У нас за сегодня, к сожалению, новых зданий только два. Это вот это рефайнери и охотники. Которые, кстати говоря, имеют 600 еды в своем... Так сказать, в своей зоне. Но что-то как-то немножечко ее не добывают. Уже первый дом построили. Не, ну они издеваются. Они реально таскают скрэп металл не туда, куда я хочу. Я вас всех нахрен уволю. Может быть, они... Кстати, это тоже интересно. Типа люди определяют самую важную постройку как свой личный дом. И тогда они начинают сюда носить скрэп металл. Ну, и точнее, просто скрэп. Да, возможно, кстати, я немножко даже прав. Но не факт. У нас засуха грядет через три сезона. Но это ладно. У нас главное, что... Вот видите, еды-то просто хреновы гора. Ее, по-моему, даже сейчас начнут собирать. Так что в целом все идет довольно неплохо. Главное, чтобы они успели мне построить рефайнери. А то я сейчас психану и все эти дома их разнесу. Пусть сидят под елками и спят там. Будут себя вести как гады. Блин, какие они сумасшедшие. В вопросах вырубания леса. Взяли просто все и срубили. Рубите дальше. Не останавливайтесь. Вам все равно заняться пока нечем. Если бы вы еще с такой скорости скрэп собирали. Сколько здесь? Восемь скрэпа. У нас проблема, товарищи. Здесь всего восемьдесят скрэпа. А вот здесь двести... О, вот это мне нравится. Четыреста почти. Да поставься уже, господи. Надеюсь, они соберут этот скрэп. Вот, кстати, знаете, интересный факт. Я когда первые разы тоже с игрой знакомился, я прям люблю ностальгировать. Я поставил вот эту задачу в городе. И вот эти вот большие здания, они нифига не разбирали. Это очень странно. И, возможно, для того, чтобы их разбирать, нужна какая-то техника. Но я ничего подобного здесь не нашел. Поэтому, возможно, у нас сейчас будет небольшая проблема. Вот это здание не разберут. Но если разберут, будет классно, правда. Так, уже сто тридцать два из сто сорока восьми. Будем надеяться, что скоро мы увидим, что такое рефайнери. Потому что, вон, видите, уже два дома обслужили. У нас даже сейчас поднималась только что радость людей. Хотя вот у нас почему-то двадцать два человека психуют. Возможно, кстати, для того, чтобы они не психовали, я им могу попробовать построить паб. Вопрос только один. Где они будут брать грёбанное пиво? Возможно, нужно пшеницу растить, чтобы пиво делать. А, Power Grid. Оно ещё и должно питаться от электричества. То есть, пока мы не вышли в электроэнергию, никакого вам, ребята, пива не будет. Ну, простите, пейте воду. Можете в эту воду, не знаю, яблок насыпать тухлых. Оно там забродит и будет вам бухло. Так что паба не видать вам, простите. А вот засуху это, пожалуйста, через один сезон. Достройте, пожалуйста. А вот хотя бы до засухи, я очень вас прошу. Когда здесь появится вместо знака вопроса сиденький значёчек гаечного молотка, тогда мы уцели. Пока всё плохо. Ну, да. Всё не очень хорошо идёт, к сожалению. Товарищи, вам пора собирать поля. Вот что я думаю. Ну, на эти поля насрать. Главное, плантацию собирайте. Это наш единственный источник еды. А вот по воде у меня ещё вопросы. Её то до хрена, то мало. Непонятно. Видимо, они... Ну, видимо, да. Видимо, они, но, видимо, да. Отлично объяснил. Я имел в виду, что они, возможно, не всегда работают, а ещё ходят там по своим делам. И когда они уходят по своим делам, никто ж воду не носит. И поэтому у нас серьёзные проблемы. Они опять начинают рожать детей. О, кто-то подыхает. Это классно. А где... Где он лежит? Где этот человек? Где этот герой, который, скорее всего, помер уже от возраста? Потому что... Ну, этих самых... О болезнях у нас ничего не было. Единственное, только вот мы получаем сообщение о том, что у нас нету людей с защитой от радиации. Но мы, в общем-то, и в радиацию не лезем, поэтому пофигу нам. Вообще она куда-то исчезла. Я не понимаю, как это вообще возможно. Но радиации нету. Возможно, её смывает дождями. А когда происходит засуха, может быть, она разогревает запчасти металлические, которые лежат под почвой. И она опять начинает, в общем-то, эта радиация из земли вылезать. Хрен его знает, как это работает. Сейчас проверим, когда произойдёт засуха. Она как раз будет очень-очень скоро. И, возможно, даже... О, наконец-то, ребята, мы достраиваем рефайнери. Возрадуйтесь. Дружище, который вот здесь работал, ты больше мне не нужен. До свидания. Он надел аж 30 металла. Просто замечательно. Вот, смотрите. Рефайнер. У нас там целых 30 рабочих мест. То есть сюда можно вот просто взять, изи 5 человек оставить, и они пускай там работают. Они будут из скрепа доставать все вот эти объекты. Абсолютно все. Я так полагаю, что каждый человек на каждый объект 30 на 4 делится? А сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. А, ну нет, 4, потому что уголь мы из дерева получать будем. Ну, в общем, в целом всё понятно. Даже счастье подросло. Неужели? Ну, видимо, какой-то несчастный бедолага скончался. А где мой, простите, всё? Пришла к нам засуха. Здравствуй. Здравствуй, дорогуша. Я не буду строить сейчас специально новые дома. Да мы поняли, да. Мы поняли, что я там что-то провалил. Я даже эти задания читать не хочу. Мне интересно посмотреть, как здесь работает вся эта вот история с выживанием. Ну, конечно, ты решил дом построить. Кто бы сомневался. Иди теперь вот эту штуку колоти. Здесь 250 нужно, видимо, разочков молотком постучать. А, он ещё и решил сначала разобрать ресиклера. Чёрт, да ты просто умён не по годам. Вот ещё, кстати, тоже вопрос. Помните, я здесь поставил поле, а потом его удалил. До сих пор какая-то выжженная земля. Интересно, она вообще восстанавливаться собирается? По всей мести не особо. Ох, как вода-то проседает. Матерь моя. Женщина. Охренеть. Да, но мы, конечно, продержимся. Тут осталось совсем немножечко. И, наконец-то, строится рефайнери. Сейчас будем смотреть, как это всё работает. Только как мы будем смотреть, когда у нас нет задания по сбору скрепа? Вот смотрите, как я вам и говорил. То же самое происходит. Мы убрали всю мелочёвку, а здания остались. Либо они их не умеют расковыривать, либо я не знаю, как их заставить их расковыривать. Потому что у нас точно есть металлические инструменты. Вот здесь ещё, кстати, есть достаточно приличное количество скрепа. Пускай и ковыряют. У них уже есть металлические инструменты. Они один хрен не могут это всё делать. Ну, у кого-то их, конечно, нет. Понятное дело, у нас там было ограниченное количество этих инструментов. Но мы попозже, если я не загнусь, попробуем построить... Где-то тут у нас была такая классная штука, как воркшоп, которая позволяет создавать всякие там молоточки. И мы эти молоточки будем создавать сразу же металлические. Но я не уверен, что это даст им возможность разбирать эти руины. Я думаю, что такие вещи надо разбирать ну, как какой-то техникой. Хотя, вроде, техники здесь нет. Короче, непонятно, но очень интересно. Как обычно. Всё, 23 сезон нас покидает. К нам приходит 24-й. И чем-то мне это напоминает Фрост Панк. Когда эти сезоны... Там были дни. Здесь были... Здесь есть сезоны. Всё, ребятки сразу за водой попёрлись. Молодцы какие. Они знают, что мне нужно от них. Ну, чё ты, достроилась? Да, строилась. Вот, смотрите, видите, у нас сразу же все... Вся продукция имеется, которую они будут вытаскивать из скрепа. И эта штука, по сути, будет отлично работать. Правда, здесь пока знак вопроса. Я полагаю, это из-за того, что там нету скрепа. Вот сейчас что-то принесут. Или мимо пронесут. Походу, мимо пронесли. Вот 8 скрепа есть. И у него сразу знак вопроса пропадает. Он начинает работать. Ну, что я могу сказать, господа? Серия получилась у нас интересненькая. И мы выжили. Три или четыре засухи. Охренеть вообще. Я думаю, что дальше будет интереснее. Конечно, я не сольюсь. Очень мне хочется узнать, как разбирать вот эти большие интересные объекты. Потому что скреп в округе скоро кончится, а ходить далеко будет не очень эффективно. Но неизбежно. Это неизбежно, конечно же. Ну, и надо как-то радость кожаным ублюдкам повышать. Я пока, правда, не знаю, как это сделать. Но наша следующая цель это выйти в электроэнергию. А перед ней построить кузнеца, который будет создавать нам инструменты. Так что, думаю, будет интересно. Спасибо, что были со мной. Услышимся в следующей части обзорного цикла на Endzone. Конечная зона, финальная зона, новая зона, старая зона. В общем, классная штучка, мне нравится. Я это и покупаю. По кусечке. Субтитры создавал DimaTorzok